Милостивые государи, милостивые государыни Милостивые государства Мы знаем, но очень бегло историю жизни и деяния Бехтерева Я пыталась этим заниматься, но только в аспекте его комплексного исследования А многие аспекты его жизни и судьбы остаются неизученными И, пользуясь случаем, я бы хотела привлекать молодежь к историко-психологическим исследованиям Вот не написано ни одной книги о Бехтереве как психологе Гораздо больше мы знаем, благодаря его медицинским ученикам, врачам Как он работал как психиатр, как исследователь мозга А вот психологи в большом долгу перед Бехтеревым А он заслуживает гораздо большего внимания Не только в юбилейные годы, как нынче У Бехтерева есть чему учиться Как у ученого, но и как у личности Необыкновенно крупного, интересного, проницательного человека Который на самом деле умнее, чем иногда можно подумать по его Очень умным, но все-таки ограниченным своим историческим временем, некоторыми обстоятельствами Высказыванием письменным Главная мысль моего доклада состоит в том, что антропологизм — это гуманизм Я такой парафраз сделала известного лозунга Сартра Который когда-то говорил, что экзистенциализм — это гуманизм И есть его статья об этом Но ведь сам экзистенциализм — это тоже антропологизм Философский А можно шире подумать и сказать, что весь антропологизм должен быть гуманизмом И он таковым является Особенно в таких представителях, как Владимир Михайлович Бехтерев Что значит антропологизм? Я пыталась найти разную литературу по этому поводу Есть у меня интересные источники Но главное — это сосредоточенность научной мысли на проблеме человека Как существенной части реальности Бытие включает в себя человека Он сам создает осмысленное бытие Такой антропологический аспект есть в любой философской проблеме Но есть и особая область философской антропологии Это если говорить о философской науке Есть антропологизм и естествознание И вот эта особенность оказывается характерна Именно для русской науки 19-го, начала 20-го века Мне кажется, и до сих пор Антропологизм русского, российского естествознания существует Об этом есть специальное исследование Замечательного науковеда Уткина Я к ней еще обращусь Но вот отметим сначала то, что это направление мышления Сосредоточение на человеке в разных его формах и в целостности Характерно и для философии, и для естественных наук Ну и так естественно, что это характерно для всех гуманитарных наук Там это, так сказать, по определению Выдвижение на первый план вопросов природы человека Его мозга, жизни организма и личности в человеке Вот это и есть антропологизм В психологии антропологизм бытует в разных формах И психология души, как самостоятельной сущности Она, снова эта вот линия психологии души В таком челпановском и более древнем понимании Сейчас развивается в христианской такой линии нашей отечественной психологии Которая себя называет психологическая антропология Представители ее, мне кажется, в первую очередь надо назвать Слободчикова Виктора Ивановича Но и, мне кажется, Владимир Дмитриевич тоже, может быть, к этому отнесен Он интересуется такими вопросами И, мне кажется, что эта перекличка со старинными взглядами на суть души Присутствует в его исследованиях Есть еще одно представление об антропологизме И том, как это должно быть в психологии Который идет от Бехтерева через Ананива И к их школам научным В том числе и действующим в современной петербургской школе Имеется в виду современная петербургская психологическая школа Которая пытается поддержать эту линию Бехтерев-Ананив и к современностям Тогда основным понятием здесь является понятие индивидуальности Как психо-биосоциальной целостности Такое понятие в разных иногда выражениях присутствует и у Бехтерева Иногда он называет это личностью А иногда и прямо индивидуальностью Он широко поставил проблему индивидуальности В своих последних больших работах По коллективной рефлексологии И в более частных исследованиях В статьях теоретических И говорил, что вообще индивидуальность Это такая монада всего мира Она может быть от атома Она может быть на уровне атома Но она может быть и на уровне человека И вот здесь его интерес сосредоточился Существующие в советской, российской психологии Личностные, субъектные принципы или подходы Это тоже формы реализации идеи антропологизма Идеи целостности человека Которая иногда сужается несколько до понятия личности Иногда личность подменяет понятие человек И до понятия субъекта Который тоже очень по-разному может трактоваться Антропологизм берет за основу познания Понимание и объяснение психики Природу человека Как целостного биосоциального И духовно-практического существа А психическая структура В широком смысле слова Это не самостоятельная сущность Но скорее вершина Материальной структуры человека Как бы вырастающая из нее И завершающая ее Она укоренена в этой материальной структуре И мозговой, но и мозг-то сам понимается Как продукт социальной жизнедеятельности А не только жизнедеятельности органической Это системное качество человека Психика Такое высказывание Такая вот формулировка Очень красиво завершила Этот ход мысли Многолетний В исследованиях методологических Бориса Федоровича Ломова Но еще ранее Ломова В 50-е годы Рубинштейн также поставил вопрос человека Можно сказать Ребром как основу Всей психологии И он писал в своей книге Принципы и пути развития психологии Такие слова Все будущее психологии Связано с решением Этой центральной проблемы То есть проблема человека Весь ее реальный смысл Заключается в том Что она вносит В совершенствование труда Жизни человека И особенности В дело воспитания В дело формирования Самого человека Надо подумать Всегда ли антропологизм Оборачивается гуманизмом Хотя этот лозунг Мне кажется естественным Но если подумать Ведь многое зависит от того Какова концепция человека И каков характер этого антропологизма Бехтерев был современником Двух очень крупных И очень основополагающих ученых Которые тоже думали Думали и писали И изучали человека О нем думали Это Фрейд Зигмунд Фрейд И Джон Уотсон И хотя сейчас И раньше нередко Бехтерю как бы считают Правозвестником Рефлексологии говорю Бехвиоризма На самом деле Есть существенные различия Это надо подчеркивать Между бехвиоризмом Его ортодоксальной особенно форме И тем взглядом на человека Тем мировоззрением О человеке Который имел Бехтерев Бехтерев интересовался Фрейдом Я не помню Чтобы где-то не видела Чтобы были изданы его заметки О Фрейде Но они существуют в архиве И к сожалению У меня не хватает сил Чтобы все это поднять И изучить Вот еще одна линия Исследований Историко-психологического В Российском Государственном историческом архиве Ленинграда Петербурга Есть его эскиз Оценка учений И работ Фрейда С точки зрения Психологии Психиатрии Я это заметила И даже попыталась Там кое-что себе набросать Что вот там он говорил Но эти маленькие заметки Не дают основания Хорошо сейчас осветить В чем же было Согласие Или расхождение Бехтерев с Фрейдом Важно, что он Отметил в нем Ценные качества Ценные находки Или повороты Его теории К проблемам пола И я это думаю Для Бехтерев Было даже толчком К исследованию вопросов Сексуальной психологии Так сказать Полового вопроса Как тогда формулировали В собственных работах Есть несколько публикаций На эту тему И архивных материалов Так это вот О взглядах На природу человека С точки зрения Фрейда Человек Конечно, главная для него Тоже фигура исследования Но взгляд на него Скорее скептический И такой С некоторым недоверием Что человек Сам себя не понимает Там есть инстинкты А результаты Их действия Могут быть Очень страшными Непредсказуемыми Опасными Даже для самой личности В общем Некоторые недоверия Вот вытекающие Из картины Человека По Фрейду И тогда Каков же будет Гуманизм Фрейда В отличие от гуманизма Того же Бехтерева Вопрос Или Уотсон Тоже Какая была Картина человека Как вот можно представить Если взять его Ортодоксальный взгляд На психику Поведения Отсутствие Интереса Вообще Даже к сознанию Как таковому Это какой-то Да Человек Который Бессубъектный Тоже Мало предсказуемый Или наоборот Программируемый Скорее Извне Но в общем-то Тут мало Чего гуманного Вот такой Антропологизм У Бехтерева Иначе И не могло быть Так как у Фрейда Или так как у Уотсона Он человек русской культуры И мне кажется Я в этом уверена Что вся русская культура Особенно литература В лице ее Вершинных представителей Льва Толстого И Федора Достоевского Конечно Сильно повлияло На мировоззрение Бехтерева Я не нашла еще Прямых таких Высказываний На эту тему У Бехтерева Но То как он Относился к Толстому Показывает Много Фактов И Телеграммы Которые он сочинил В виде письма По смерти Толстого Она показывает Насколько он Ценил Гуманизм И вот мощь Этой личности Толстого И конечно Это не могло Не повлиять И на его Собственные искания Которые были Не только Сугубо Такими Экспериментальными Может быть даже Холодными А это были Поиски Главного В человеке Через Исследование Механизмов И Русская Литература И Бехтерев Вслед за ней Я в этом Уверена Вот Искали в человеке Вот Сочетание Несочетаемого Низов Таких глубин Порока Иногда И героизма На грани Святости Диапазон Это особенно Выражен В русском Характере Что и нашло Отражение В великой Литературе Но так же Сказалось И на поисках И нашло Отражение По своему Особенно В публицистике Бехтерева 19 век И начало 20 века В русской Науке Вообще Пронизано Духом Антропологизма Может быть Потому что Другие Отрасли Общественной Жизни Ну скажем Промышленность И такая Строгая Наука Не так Были развиты Как на Западе И весь Дух Русского Общества Был Другим Православие Очень много Повлияло На то Почему так Это было Важно Для русского Ученого О проблемах Человека Его жизни И воспитания Писали Не только Вовсе Психологи И литераторы Но и Микробиолог Мечников Который Потом стал Почетным Членом Психоневрологического Института Созданного Бехтерем И хирург Пирогов И даже Химик Менделеев Вот казалось бы Какое дело Менделееву С его таблицы Менделеева До человека Ну как Ученый Как человек Конечно Он все Так же Переживал Но вот Ему Было Дело И он Интересовался Этим И это Отмечено В истории Психологии Как вот Некоторый Вклад Я еще раз Напоминаю Очень убедительное И основательное Исследование Историка Русской науки Нины Федоровны Уткиной Она пишет Что в России Был антропологический Материализм Вот 19 и Начало 20 века Именно так Ею характеризуется Или Тождественно Это Естественно Научному Материализму Русским Ученым Всегда было Свойственно Стремление К сущностному Познанию Мышление Отличалось Говоря ее Словами Стихийной Диалектикой Преобладанием Интуктивного Мышления С опоры На факты Но В то же время В объяснении Человека Преобладал Натурализм И у Бехтерева Такой Может быть Было Поначалу Но Натурализм У него И По-видимому Других Ученых Которых Я меньше Гораздо Знаю Был Также И взгляд На то Что Человек Определяется Вовсе Не только Своим Естеством Но и Обществом Которым Он живет И теми События В которых Он участвует Главная Особенность Наиболее Продвинутых Ученых Состояла В утверждении Единства Психического Биологического И социального Но Также Утверждение Единства Теоретической Практической Деятельности На русскую Науку Естествознания А значит И на Бехтерева Очень повлияли Идеи Чернышевского Ныне Маловспоминаемого Философа Но В свое Время Он Оказал Был Властителем Дум И я Думаю Что Надо нам Перечитывать Классику Своей Собственной Мысли Философской Мысли И вот Чернышевского В том числе У него Есть Исследование Антропологический Принцип Философ Антропологический Принцип И там Он Утверждает Идею Материалистического Манизма В понимании Человека И с опорой На Естествознание Вопреки Меню Льва Толстого Который Считал Что Наука Не Заменит Религии И Этики Чернышевский Выступал За научность Нравственных То есть Гуманитарных Наук Открытия Сеченова Тоже Сделаны Под сильнейшим Влиянием Философского Антропологизма Чернышевского И Близких Чернышевского Мыслителей И этот Интерес К человеку Личности Составляющей Душу Антропологизма Свойственен Бехтереву Младшему Современнику Сеченова И Чернышевского Это я хочу Подчеркнуть Это банально Но вот Посмотрите Что Люди Жили В одно Время Дышали Одним Воздухом И в этой Единой Атмосфере Конечно Приходили К очень Сходным Мыслям Болели Одними и теми же проблемами Мы мало знаем Духовную биографию Бехтерева Его путь Но все-таки Уверены Что вот события 19 и 20 века Современникам Участникам Которых он был Формировали Его взгляды На жизнь На политику И на человека Знаете ли Молодые Присутствующие Наши коллеги Будущие Что он был Санитаром В годы русской Турецкой войны На Балканах И проявил себя Настолько Что вот Студент 20-летний Был приглашен На прием Там же В племне Где-то Под племне Будущим императором Александром Третьим Вот в числе Наиболее таких Выдающихся Участников Той войны Ну Он был Как медик И он писал Заметки В газету Подписывая себя Русский санитар По-моему Так называлось Это публиковали В газетах Аж 1777 года В зрелые годы Бехтереву Пришлось Пережить Три русских Революции Три больших Войны Русские Которые Вела Россия С 1904 года И по 1920 Когда закончилась Гражданская война Вот это 15-летие Было Ну просто Пересыщено С всеми Колоссальными Переменами Которые Привели К падению Империи К рождению Нового строя Изменившего Лицо России До неузнаваемости Бехтерев Все это Видел Наблюдал И непрестанно Думал Он мог бы И наверное Так получилось Что В этом великом Эксперименте О человеке Он Видел Проблему Человека Даже более Остро Чем Свободные Спокойные Годы И он Увидел Что Еще раз Эта проблема Человека Встает В практической Политической Плоскости Что выразилось В императиве Нового человека Как типа Соответствующего Вот Коммунистическому Идеалу Это тоже Надо было Осмыслить И найти Своё место В новой Действительности В представлении О человеке Мы находим У Бехтерева Много противоречиво На первый взгляд Что вот Личность И активна Но и реактивна Иногда Он усиленно Подчеркивает Ее зависимость От всех обстоятельств И говорит Что она Вовсе Не самостоятельна А она Подчиняется Обществу А в других Выступлениях Скажем В выступлениях На съезде Психиатра В Киеве Он всячески Подчеркивает Провозглашает Призывает К активности Личности И ее Самобытности Вот противоречия Главная мечта Бехтерева Охватить Разные стороны Человека И вот эти Противоречия Как-то Осмыслят В единой Системе Понятий У него Была Наверное Своя Диалектика Но она Сильно Отличалась От Потом Известного Нам хорошо Диамата И Его За это Сильно Критиковали Что он Метафизичен Увидев Вот эти Полюса Человеческой Индивидуальности Он Пытался Ну Мне кажется Не вполне Удачно Схватить Вот Все-таки Единство Этого Разнообразия Единство Этих Противоречий Антропологическая Интенция Бехтерева На целостность Человека Была Реализована В разработанной Им Комплексном Стратегии Комплексного Подхода Комплексное Исследование Был Тот Путь Который Позволял Подойти К целостности Человека Научно И Противоречивость Его Натуры Увидеть Как Закон Этой Натуры А не Как Недостаток Особенность Гуманизма Бехтерева Была В том Что Гуманизм Осуществлялся Именно На основе Изучения Человека В целом Он Очень Хотел Чтобы Это Было Строго Научно И Только На Таких Строго Научных Проверенных Основах Фактах Закономерностях Можно Эффективно Оптимально Человечно Человеку Помочь Его Гуманизм Это Научно Обоснованный Гуманизм И Чем Больше Этого Научного Тем Больше Будет Помощи Реальной Но Сегодня Уже Упоминали Леонид Михайлович В самом Докладе Вот Этот Главный Лозунг Бехтерева Который Он Не Только Начертал На Знамени Нового Психоневрологического Института Созданного В 907 Году В Петербурге Как Института Человека Но И На деле Всегда Им Следовал Не Просто Познать Человека Ну И Полюбить В нем Все Человеческое Уважать В нем Права Человеческой Личности Как Это Актуально Звучит Когда Личность И Сейчас И К сожалению Раньше И Не Знать Будет Лучше В Будущем Постоянно Подвергается Давлению Регуляции Иногда Совершенно Бесчеловечной Гуманистическая Установка Была Обязательным Условием Научного Подхода К человеку К его Изучению А Научность Была Обязательным Условием Реализации На практике Этого Гуманизма Открывая Свой Институт Владимир Михайлович Постановил Что Главной Задачей Института Является Научная Всесторонняя Разработка Общей Экспериментальной Психологии Отметить Что это Он ставит На первое Место Психиатрии Учение О нервной Системе В ее Нормальном Болезненном Состоянии Учение О гипнозе И внушении Он Очень Придавал Этому Значение Как Особому Социальному Стимулу Регулирующему Поведение Человека Педагогическая И общая Психология Опять В наш Адрес Общая Социология Криминальная Антропология Как Наука О преступности Преступниках С психологией Преступления А также Философских Наук Имеющих Тесность И соприкосновения С психологией Человека Ведь Какая Обширная Интереснейшая Программа И мало Кто Из современных Деятелей Вот это Все так Глубоко Б понял Как Понял Свое Время Сто лет Назад Бехтерев Возможность Синтетического Человекознания К которым Он стремился Которым Дал Вот эту Картину Целого По Бехтерев Обеспечивается Общностью Объективного Метода Можно С этим Спорить Но Надо Все таки Отдать Должное И Признать Что Наука Безобъективного Метода Легко Превратится В философию Литературу И В какой-то Мере Этот Субъективный Момент Всегда Присутствовал У самого Бехтеря В виде Словесных Отчетов Наблюдения За своими Детьми Которые Он не мог Экспериментировать Так С детьми Не все Можно Экспериментировать Как с любым Другим Человеком То есть Разные Подходы Но Курс на Объективность Он держал Строго И Гуманитарная Объективность Это тоже Могла Быть Должна Быть И Вот мы Должны Хорошо Понять Что такое Объективность Гуманитарных Аспектов Исследования Таких Сложных Аспектов Человеческой Природы Которые По другому Выразить Нельзя Я кстати Еще занималась И занимаюсь Потихоньку Биографическим Исследованием Вот они Сугубо Гуманитарные Но как хочется Чтобы они Были сугубо Научными И на эту тему Уже много Сделано Написано И в этом направлении Как раз Мы и ожидаем Самых лучших Научных результатов В области Психологии Души Вот так Говоря красиво Для Бехтеря Было непреложным Что психика Неразрывно Связана с мозгом Потому она Невропсихика Вот это понятие Было для него Дорого Ни на минуту Нельзя Это забывать И отказываться От идеи Единства Нервного И психического Это не сделает Психическое Менее Онтологичным Наоборот Это укрепляет Ее Вот эту Онтологию Это для нас Должно Оставаться Аксиомой Хотя На это тоже Есть покушение Но мозг И для Бехтеря Был не демиургом Но скорее Носителем Психического И такого Который Даже становится Духовным Разумным И совестью Вот все там В этом мозге Должно быть Но это особый мозг У которого есть Вместе с личностью С внутри личности История Жизненного пути История Самостоятельных действий Развития Все такого Второй момент Это действенный Гуманизм Бехтеря Он изучал И помогал людям Вот здесь Колоссальное его достижение Как организатора науки Как общественного деятеля Это образец Такого служения Своему народу Первое Что вот Хотелось бы отметить В этом гуманизме Действенном Это обращение Внимания На состояние Русского народа Который Он Ну Жалел И переживал И переживал За него Что там идет Вырождение Нации Тогда еще Сто лет назад Он об этом Смело говорил И к сожалению Мы тоже Сейчас не можем Тут сказать Что проблема Пьянство Пьянство Это подрывает Корни Русской нации Можно сказать Ширь Российского народа И любого другого Но мы вот За своих В первую очередь Переживаем В 909 году На съезде Психиатра В Санкт-Петербурге Он делал доклад Вопросы Нервно-психического Здоровья В населении России И тогда Он говорил Капиталистический Строй Вот основное Зло Нашего времени На место Капитала Мы должны Выдвигать На первый план Здоровый Труд И служение Истине Добру Здорово Сказано И Надо думать Как Под влиянием Разных Событий Преобразовывался И капиталистический Строй Но некоторые Его родовые Черты Неискоренимы И поэтому Сказать Что тут Решения Все пришли С приходом Нового Такого Капитализма Вовсе Нельзя Для борьбы С вырождением Народа Бехтерев Создал В частности Экспериментально-клинический Институт По изучению Алкоголизма В 911 Году Если Такой Институт Сейчас Мне кажется У нас Таким названием Нет Может Как по-другому В институте Мозга Было Какое-то Изучение Отдел По изучению Вырождения Заведовал Его Очень известный То есть малоизвестный Но очень замечательный Николай Александрович Белов О нем тоже Стоит больше узнать Очень умный Бехтерев Боролся С упадком Человека Морального Он изучал Например Самоубийство Делал Такой вывод Что самоубийство Это следствие Недостатка Личностного Начала В нашем обществе Оно так задавлено Что человек Не находит Себе сил Бороться Со своими Противоречиями В плане Вырождения Можно поразмышлять Как Бехтерев Относился К войне И причинах И ее Психологических Последствиях В архиве Есть такой Его Опус Историческое Психологическое Обоснование Возникновения Первой мировой Войны Столетия Вот который Мы нынче Отмечали В прошлом году Отмечали В его работах Война Рассматривалась Как бедствие Для личности Но в то же время Он признавал Что в начале Идет активизация Личностного Начала В народе И Какое-то Водушевление И даже Оздоровление Народа Вот за счет Этого Духовного Фактора Подъема Патриотизма Еще одна Гуманистическая Идея Воплотившаяся На деле В конкретных Таких Организациях Институциях Это Психология Физиология Вообще Трудология Или Эргология Говоря Более научно Бехтерев Первым Наверное У нас В России Создал Такие Институты Которые Должны Были Изучать И Облагораживать Труд Он Создал Вместе С Кларком Своим Сотрудником Бюро Профконсультации В 1927 По-моему Году Летом Сейчас Помню Это тоже Особая страница Есть чем Гордиться Насколько Это все Давно И правильно Было Поставлено И делалось Бехтерев Был за то Чтоб человек Был трудящимся С самого Раннего Детства Как только Научится Ходить И кое-что Понимать Уже должен Что-то Ребенок Делать Полезного Потому что Труд Это Самовыражение Продуктивное А не просто Игра Я уже По-моему Перебрала Все возможные Лимиты Все Заканчиваю Еще одну Линию Его Реализации Гуманизма Это Педагогическая Антропология В форме Педологии Тогда это Называлось И это Тоже Достойно Всяческого Особого Разговора В заключении Я скажу Только Два Слова Это Светоч Нашей Психологии Светоч Человекознания Можно сравнить Его с Ломоносовым Который Тоже Все Объял И И так же Все Объял И все Хотел Понять Изучить И потом На этой Основе Помочь Людям Владимир Михайлович Бегтерев Вот Краса И гордость Русской Психологии Спасибо Спасибо Наталье Анатольевне Спасибо